всем привет меня зовут карина и сегодня мы будем делать пакет рейсер 10 3 1 2 он очень легкий и простой мы сделаем очень быстро и вот скачиваем нашу инструкцию нажал на стрелочку потом сохранить откроем пока файлик вот он и пока посмотрим нашу инструкцию здесь это задание довольно таки интересное но вам нужно будет очень много читать выполнять все точно так как здесь сказано и отвечать на вопросы так как у этого пакет рейсера нету оценки сейчас покажу где здесь пока ведем user profile имя email думаю вы это и так уже знаете раз вы проделали уже так много пакет рейсеров дополнительная информация эта группа нажимаем ok подтверждаем да сейчас она перезагрузится и вот смотрите у нас нету баллов за это за этот пакет рейсер значит его будут оценивать только по вашим ответом так что внимательно читайте и внимательно отвечайте чтобы все было правильно у вас было все засчитано вот инструкция закрепляем смотрим мы будем анализировать между сетевой трафик в разных частях топологии то есть центральный офис филиал и так дальше я покажу вам делать на одном из пунктов а дальше вы просто проделайте все сами там все написано предельно ясно и думаю вы справитесь а нам нужно перейти в режим симуляции вот здесь и посмотреть что нужно сделать открыть сайлс открыть десктоп открыть веб-браузер и ввести нашу ссылку вот она брайс сервер pt pk а если у вас не появился пакет как должен был это не проблема иногда бывает нужно закрыть просто браузер вернуться в режим реального времени чтобы все процессы закончились открыть еще раз симуляцию открыть сайлс открыть десктоп браузер еще раз на всякий случай скопировать ссылку чтобы она была точно точно правильной без всяких пробелов и точек вставляем гол ура у нас появилось два пакета как и должно быть если у вас появится только один вам нужно будет еще раз в режим реального времени режим симуляции вести ссылку так дальше здесь у вас будет уже первый вопрос нас спрашивают какой тип событий отображен в списке первым это dns он таки должен быть а мы смотрим дальше нам нужно открыть сам dns пакет мы можем сделать это здесь или нажав нажав здесь по нему или по конвертику на топологии вот и здесь есть много информации по разных уровнях модели ойсай вам нужно ее пересмотреть и ответить на вопросы которые у вас есть тогда в файлике это очень просто и легко а мы двигаемся дальше вам нужно вам нужно нажать кнопочку capture forward и посмотреть что у нас будет происходить в топологии у нас переместился пакет еще раз и и так дальше вам нужно будет посмотреть что происходит у нас нашей топологии хорошенько следить куда движется каждый пакет и параллельно посчитать количество arp пакетиков потому что потом вам нужно будет ответить на такой вопрос вот смотрим они двигаются по топологии появляются все новые типы пакетов и так дальше и нам нужно будет подождать пока наше поле полностью заполнится то есть буфер обмена будет полон это перемещу где-то сюда чтобы мы не пропустили это окошко и немного ускорю этот процесс нажав кнопочку capture forward несколько раз все должно нормально вот ура у нас сейчас выскочит это окошко которая покажет что у нас буфер именно полон иногда бывает что не отвечает это не проблема просто пару секунд подождать просто наш пакет трейсер немного не ожидал что у нас будет так много пакетов utp вот все у нас прогрузилось и здесь нас просят что нажать view previous events нажимаем все смотрим что нам нужно сделать дальше нам нужно открыть пролистать самый низ найти что было dns открыть dns у которого свойства alt-service открыть его и посмотреть на разную информацию которую здесь вас спрашивается и ответить пощелкать по разным пакетам которые здесь указанным пакетам которые здесь указаны tcp и http и так дальше вот к примеру открою http здесь есть outbunked pto details здесь много тоже информации которые все нужно хорошенько просмотреть и ответить на вопросы также вам нужно будет сделать с центральным офисом то есть в устройстве указать уже центр сервер и также просмотреть все события и так дальше но перед этим ну когда вы закончите делать часть 1 нужно будет нажать кнопочку reset simulation и тогда начать делать часть 2 тут все предельно ясно описано и также проделать часть 3 то есть также reset simulation уже сервер netocad и все точно точно тоже самое а на этом думаю пока потому что вы и так все справитесь так что пока и и и и и Продолжение следует...